в общем короче говоря прошло больше суток с убийства навального прошел первый шок когда было трудно говорить осталось осталось ясность холодная ненависть к убийцам и ощущение масштабов утраты ясность возникла в отношении целого ряда вещей первое во первое в отношении авторство и характера убийства то есть если вчера по горячим следам еще у меня было ощущение что вас возможны две версии убийства это убийство путем медленного медленного умущения благодаря пыткам и убийство просто так там физическое воздействие яд я не знаю за . удавка чего угодно то сегодня осталось только вторая версия по порядку путин принял решение убить навального несколько лет назад скорее всего это было решение окончательно принято еще до 2020 года когда в августе было совершено отравление а когда три года назад чудом выжив а навальный вернулся путин уже спокойно методично получив полную власть над своим врагом приступил к плану убийства и ну сразу еще раз хочу зафиксировать что что такое 27 отправок в шизо это год и полтора месяца пребывания в пыточных условиях нахождение в каменном мешке в котором человек постоянно ощущает голод холод и неподвижность еще раз подчеркиваю поскольку я вот у меня есть опыт на протяжении двух лет я ездил по колониям будучи членом пенитенциарной комиссии как контроль за деятельностью пенитенциарных учреждений я побывал ну как минимум в десятки колоний и в тюрьмах и я бывал в этих шизо и знаю что это такое это действительно каменный мешок которым постоянно холодно где очень сильное ограничение в еде естественно ограничение в движении и так сказать и и действительно это пыточные условия и я разговаривал с сидельцами которые говорят что до 15 суток можно еще как-то выдержать но уже получаешь хронические заболевания а вот так чтобы 27 шизо подряд это в общем убийство но и для того чтобы эти пытки были еще более страшными путин путин отправил навального самую жуткую колонию за полярным кругом но тем не менее навальный выжил а я явно длительное вот такое вот пребывание навального на грани жизни и смерти не входило в планы путину путину нужно было заканчивать с навальным оперативным почему сейчас постараюсь объяснить тоже у меня есть понимание когда сходятся все отдельные действия путина в одну в одну логическую картину значит навальный вопреки этим пыткам выжил и тогда в кремле было решение принято убить его насильственным способом что и было сделано и у меня как и у многих из вас это все естественно открытый доступ есть есть доказательства вот посмотрите кадры с алексеем навальным которые были записаны 15 февраля то есть накануне того как в сим сообщилась о его смерти вот на видео мы посмотрите пожалуйста как политик шутит судьей и смеется это видео записано 15 февраля за ну фактически за несколько часов до до гибели навального вот это похоже на то что через несколько менее чем через сутки этот человек умрет без посторонней помощи просто сам по себе да видно что он истощен видно что силы так сказать не те но тем не менее в общем это человек который очень не похож на готовящийся к внезапной смерти от каких-то естественных причин ясно что помогли далее время установления смерти навального менее и вы и время распространения сообщения о смерти уфсин ямало-ненецкого округа отличаются на полторы минуты вот то есть это что означает значит чиновники уфсин получили должны были получить информацию от медиков и составить это не не механически это составить значит заключение информации информационное сообщение и распространить его и все это за полторы минуты там даже из из кабинета в кабинет не успеешь зайти то есть очевидно совершенно что эта информация была заготовлена заранее ну да вот так топорно сработали так сказать не не аккуратно но тем не менее был дан приказ он приказ приказ этот был выполнен я абсолютно убежден что это насильственная смерть то есть не просто смерть от пыток которые можно было там ну тоже насильственная то есть вина то все равно понятно что вина путина но это насильственная смерть то есть она была совершена дополнить с помощью дополнительного физического воздействия что там яд за . веревка все что угодно но ясно что это просто физическое непосредственное убийство именно вот 16 16 февраля ну а может быть даже и накануне возникает вопрос который многие задают зачем путин убил навального и зачем именно сейчас вот что за что именно сейчас говорят о том что как же так у него выборы ну я сразу отметаю этот аргумент никаких выборов нет ничто не может абсолютно никакое там воздействие общественного мнения чего угодно не может повлиять на итоговую цифру в протоколе который составит элла панфилова зачем путин строит другую россию он неоднократно уже об этом говорил ему нужна другая элита он там значит строит такую россию в элите который не будет всех этих несчастных голых вечерин и ночников это та россия в которой часть низовая часть элита будут те кто запятнал себя кровью в украине именно этих людей он собирается сделать элитой как он неоднократно говорил и конечно в этой другой россии не должно быть места никакой публичной альтернативы путин навальный был и даже после смерти остается именно такой альтернативы потому что в по многим причинам во первых он внес решающий вклад в десакрализацию путинской власти десятками своих расследований навальный доказал и создал устойчивый образ путина как никакого не патриота а банального вора и коррупционера только огромных масштабов миллионы россиян прежде всего молодежь уяснила что вот во власти в россии правят жулики и воры да сейчас серьезная поправка что они еще и убийцы значит навальный и путин антиподы просто во всем это но действительно вот редкая такая вот такой контраст который был абсолютно виден невооруженным глазом путин никогда не был политиком он пришел к власти в результате спецоперации навальный политик который исключительно благодаря собственному политическому таланту вел за собой массы людей которые по его призыву выходили в том числе и под амоновские дубинки на акции в поддержку путина людей приходилось сгонять силы по разнарядке и это было видно это было этот контраст был совершенно очевиден навальный это принципиальное различие то чем навальный чем навальный пользовался как и чем путин пользовался в своей политической деятельности навальный вел за собой людей заряжая их надежды надежда это то что излучал то что генерировал навальный и вот и принципиальное отличие от него путина это то что путин управляет с помощью страха путин излучает путин и генерирует страх это главный главный инструмент управления страной в том числе и мы